Я даю зритую славу, я хочу познать тебя, я хочу познать тебя. Слава Богу, я хочу познать тебя, я хочу познать тебя. Слава Богу, я хочу познать тебя, я хочу познать тебя, я хочу познать тебя, я хочу познать тебя. Поэтому будем держаться нашего Спасителя, будем взирать на Него и в это наше исцеление, исцеление освобождения. Вы знаете, как в Иоанна 3-й момент Иисус вспоминает о Моисее, который вознес змею в пустыне. Иисус, разговаривая с Нихотимом, говорит такие слова. И как Моисей, он говорит, 14 стих 3-й главы. И как Моисей, говорит, вознес змею в пустыне, так должен вознесен быть сыном человечеством, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И вот в конце этой главы говорится, что верующий в Сына имеет жизнь вечную. А не верующий в Сына не увидит жизни, но в небе Божий пребывает на Нем. Аминь. Аминь. И в Писании говорится также, что кто не любит Господа Иисуса Христа, Анафима, Мара, Афа. Действительно, кто не верит в Сына, кто не любит Сына, будет в пустыне для Сына Божьего, для Спасителя Иисуса. Тут находится еще, знает он это или не знает, верит он в это или не верит, понимает это или вообще невежда. Он находится под проклятием, под гневом Бога. Он находится под действительно очень страшным проклятием и здесь на земле, но самое страшное в вечности. И задача Церкви, благую весть, это о спасении через Иисуса, вести погибающим поколением, погибающим люди. В каждом поколении Господь принимает своих делостей, в каждом поколении своих свидетелей. Иногда Бог говорит это, приводит в жизнь людей, ну, знаете ли, совершенно лично, когда нет, допустим, благовествующих или закрытых людей для благовествия. У Бобера Маштегина в одной из его проковедей есть такой пример интересный. Он мне потряс однажды, ну, в 96-м году, когда читал его проковеди, потряс у меня пример такой. Там он описывает одно африканское племя, которое, ну, они не воспринимали проповедников. Они, если приходили миссионеры какие-то, они их не принимали и изгоняли. И, в общем-то, в этом времене народ не слушал Евангелия, закрывали свои уши, как говорится, и все. И, знаете, однажды Господь нашел человека в этом времене. Они белых не хотели слушать, миссионеров, а своих черных у них не было, миссионеров, когда ренжавники были. И однажды сын рождя, он бахал, он был на боли с, как называть, животными, волны там или что-то еще. Значит, и он был неграмотен, как это многие другие в этом приняли. И вдруг, представьте, вдруг на небе все потемнело, и на небе крисмена были написаны. Он не грамотный человек, но вдруг он смог стал, ну, читать, он смог сверхъестественно читать. И он стал читать. И там было три послания. Там его имя было обозначено, и было сказано, что он должен был читать мебель. Я не помню там, что еще было сказано, но вот именно в том, что он был назван во имя, и было сказано, читай мебель. И вот потом небо снова стало светло, как обычно, и он бросил все. И побежал в село свое, и, значит, искал библию. Ему там говорили, что с ума сошел, потому что он может читать, не знаю. Нет, но вот только что читал. Потом, откуда библию у нас вообще все ли это? Оказалось, потом, не знаю специально, не знаю, это нечаянно так получилось, кто-то из приходящих туда миссионеров, ну, неудачно, может быть, их изгоняли, не принимали, но оставил там библию, оказывается, в комнате, в домике, в какой-то хижине. И вот эту библию нашел этот юноша, и он читал. Хотя ни разу не учился сам по чтению, не учился никогда в школе, но он стал читать. И Бог открыл его разум в его уразумении Писаний. Больше только, не просто начал стал читать, знаете ли, а вот именно он уразумел Писание. И, насколько я вот помню, сейчас я и заговорил Штегина беседы, вот этот ученый юноша, чем-то божий, он стал или первым, или один из первых вообще, ну, в своем народе времени он точно первый был. Но, по-моему, даже первым, чуть ли не вообще, в этой ЮАР, человек должен быть именно проповедником, именно пастором, по-моему, даже. Вот, насколько я знаю, помню. И, вы знаете, удивительно, Бог уходит в дорогу к Сердюшим, что реческому, вчера я рассказывал, вот как он нашел победную, не было проповедующего, Бог пришел вот так вот в момент смерти. У всех по-разному происходит все это. Знаете, но чаще всего, и это, ну, как бы нормально, законно, без таких эксцессов, без сверхъестественных таких проявлений, приходит Бог естественным образом, через свое сверхъестественное слово, через слово Божье. Вера от слышания. Слышание от слова Божьего. Бог так усмотрелся, устроил, у нас так людей устроил, сконструировал, можно так сказать, что у нас вера рождается, наша душа имеет тоже души определенные, да, которые могут быть закрыты, могут быть открыты. Можно быть физические уши, но не слышать. Душа, как будто мертвая, она не слышит ничего. Единственное средство, как пробиться душу, это слово Божье. Слово Божье сравнивается с сепенем, которое оно приходит, и оно совершает такое чудо, оно прорастает. Но не везде, конечно, когда враг какой-то похищает, Иисус это сравнивается с теми птицами, которые схлевывают. Иногда сам веки всякие, и заглушаются, и все. Но где-то прорастает, заглядает, но в некоторых случаях мы видим чудо, когда им прорастает, им приносит вод, столицу и тому прочее. Слава Богу, это прекрасно. И Бог хочет действительно спасти. Он хочет, чтобы все люди спаслись, Павел пишет Симофея, и достигнет восстания истины. Бог хочет спасить и всем людям. И для того, чтобы спасти всех, Бог все воспотребил, отдал все на сего. И не даром Иисус сравнивает самого себя с тем медным змеем, которым Он вознес Моисей. Знаете, люди, обычные, нормальные граждане, змеи не любят. Есть любители, правда, исключение. Есть любители змеи, но в целом, чаще всего, люди не любят, когда змеи поблизости где-то. Потому что эта вражда положена была еще с нашими прародителями этих тварей. И наоборот у нас взаимная такая неприязнь. То есть как мы смотрим на них, и у нас неприятные чувства так, и они тоже со своей стороны, можно так сказать, тоже неприятно себя чувствуют, когда видят нас. И кто кого больше считает более мерзким, это еще на какой-то задачи погадать. Потому что вражда, раз вражда положена, значит, между нами на самом деле вражда. Когда я смотрю на змею, вот у нее как будто такое что-то не потает. Голова и хвост. А где все остальное? Когда она смотрит у меня, она тоже, значит, не понимает, почему у него столько много всего. Значит, у нас вражда, непринятие, просто органическое непринятие друг друга. Значит, и я обычно змеи видел всегда так вот в этих златурариях, ну, это, как называется, златурариях, значит, когда в сетках или за стеклом. Вот. И один раз я попал, ну, я видел их живем, ну, это пушики, там, как-то, значит, вот. Один раз попал, но как бы это мельбово как. А вот, значит, один раз опал в Бенгрягу, значит, опал, значит, в то место, где было много змей. Это было гнездо, и это была, значит, как бы очень неприятная ситуация. Вот. Это было в Австралии. Я туда, где пригласили, значит, на неделю преподавать в школу, и фресил, в Северскую русскую школу, просто отличную. И, значит, в Бейтбурге. Все хорошо, ну, как бы, чужая страна, интересная страна, вообще даже у нас здесь осень была, уже снежок, там уже, да, весна, там, как бы, знаете, просыпаешься, утром в Бабугаеве, типа, у нас парами, там, у них, там, эти, Бабугаеве, карьеры всякие, вроде, ары всякие, и тогда как в году попадают все. Вот так интересно все, конечно, все, но как-то у них по-другому совсем. В Австралии. Но, я на домой звоню, каждый день, и дети мне спрашивают, папа, дай мне кенгуру. Откуда кенгуру как? Бабугаев, да. Каждый день их вижу, да, вот, значит, кенгуру, нет. Ну, и вот, недели проходят, значит, и вот, как бы, уже пора до мной уже, вот, ну, как-то стыдно было, что приехал с Австралии, и кенгуру не видел, как бы. Я там братьям говорю, у них как раз полдня еще остается суббота, ну, покажи мне хотя бы кенгуру, свозите меня. Они мне говорят, за городом их полно, то есть, ну, там, где людей поменят, что там, они везде послушайте кенгуру. Ну, хорошо, свозите меня. И один там брат, пара, с меня, значит, и мы что-то, машину оставили и повескивается к кенгуру, то есть там, где мы шли, там больше этих кенгуру взяли. И вот, значит, и в этих кенгуру там нашли семейку кенгуру, значит, там, как бы, мама, папа, там, у нас в семейках, как послать. Дедушки с бородой, так интересно, я не разговаривал, я вообще, ну, короче, пофотографировал, все хорошо, значит, и вот обратно мы шли, мы попали вот это вот, как бы, змеи же место. Знаете, вот я достал, конечно, брат, тем более место, это австралийцы уже, значит, как бы, и что там полно змей. Но вот, к сожалению, в Ливе, вот и он, и, ну, я, когда-то турист, халатность, то есть не взяли с собой ничего, вот, как бы, против вкуса этих, как бы, без спасения вкуса этих змей. А там, в Австралии, в общем-то дело, там самое гадюжное место, вообще, на планете. Половина всех змей на планете проживает в Австралии. Вот такое место. Вот, и еще одна неприятная новость, они почти все там ядовитые, значит, не то, что почти, а вообще они все там ядовитые, просто яд от них можно пережить, когда, значит, других не переживешь. И, значит, там, одних яд быстро действует, других нет, это, но, в принципе, неприятно себе. И, значит, и то, что мы попали на эту инсту, это была большая, называется, коричнево-стралинская змея. Вот, она вообще, ну, как говорится, змея дура, она бросается на все, что надо, не надо. То есть, все, что теплое, она бросает и кусает. То есть, другие змеи могут, как бы, не куснуть, а вот это она бросается сразу и, тем более, это ее владение. То есть, у нас шансов не любит. Я потом уже узнал уже все эти подробности. И, вот, ну, слава Богу, Бог помиловал, значит, и если нам усиловать, то, если взрослый мужчина не пьет, не куриц спортом занимается, то минут пять он проживет еще. Вот, если у него там проблемы со здоровьем и пьет и куриц, значит, то там минуты две-три максимально, значит, он может прожить, и все. И, ну, а потом уже он двигаться не сможет и наступает поток смерти. Значит, и, а на машину бежать надо очень далеко. Значит, тем более, по тем более другу. Ну, вот, и, знаете, вообще, такая же убедительная вещь. Я потом уже, ну, как бы, Бог помиловал нас, эта змея на нас не бросилась, и на грубые змеи, значит, но вот она была рядом, и она не бросалась, слава Богу, конечно, Бог помиловал. Но, знаете, вот, страх, который я помню, это страх, значит, вот такая гадость, она здесь передо мной, значит, и вот вот эта большая змея, там, вот, возле меня, и этот ужас такой, знаете, вот. И, знаете, что я скажу, вот, вспоминал, потом уже вспоминал, то и везет, и вот, значит, как раз вам поведал, потом я уже у себя, вот, представьте себе, вот, себя самого, вот, на одном месте, вот, в числах, когда евреи оказались среди вот этих змеи, которые вот вокруг, да, и которые шипят, и которые бросают, которые кусают, это жуткие вещи. И, тем более, это не просто там была одна-две-три змеи, это, ну, тысячи-тысячи всяких змей, потому что там мороз было много, два-три миллиона, мы не знаем, сколько, и все видели этих змей, и змеи атаковали, кусали, это страшно вообще, не дай Боже, вот, пережить вообще, наверное, паника, ужасная была. А представьте, когда ты можешь не укушена, а жена укушена, или дети укушены, да? Значит, кто-то убирает, кто-то уже может умерть, кто-то, еще только его, как бы, укусили, вот такие жуткие вещи. Так вот, а когда они были укусаны, укушены, или в страхе, вдруг они слышали, как Моисей кричит этому народу, всему вышедшему, да, из рабства, он кричит, чтобы они не на змеи не смотрели, а смотрели на медного змея. И вот те, которые смотрели на медного змея, они исцелялись. И самое, ну, страшное, наверное, как бы, в этой истории, что ты никак не был помочь своей семье, самым близким людям, ты никак помочь, не мог своим детьям, своей жене, там, кому еще угодно. Ты не мог, вот, ты мог лишь только лишь сам смотреть на медного змея, и мог так же призывать всех, кто вокруг, тоже смотреть на медного змея. Только лишь один был, ну, как бы, шанс, вот, как бы, спастись из этой ситуации, да. И вот, знаете, Иисус сравнивал, сравниваясь с ваше седем медного змея, он дал нам такой урок, я рассуждаюсь с этим, да, дал урок, вздирать на него. То есть, глаза веры, глаза веры, это еще наши мысли, распышлятельные. Когда мы один проповедник какой-то, французский, еще старый, там, 19-й лет, или начало 20-го века, ну, лет сто назад он точно был, даже больше. Он говорил, что Христос, Иисус, он, вот, настолько уникальный личный, что даже одна мысль о нем, она облагораживает, как и человека, даже одна мысль о нем. Вот, и что интересно, вот, действительно, когда мы розовышляем о нем, да, то такое ощущение, это все верующие, там, больше или меньше, ну, как бы так, испытали, и испытывают в своей жизни, начинаешь в нем распространять, и как-то сведевать, как-то, как будто вот этот яд какой-то некролизуется. Знаете, у нас на самом деле, и даже мы другим людям не можем помочь, и у нас выхода не дышит, это взирать в него, и к этому же призывать всех остальных людей. К этому же призывать, если будешь смотреть на укушенных, или на страх свой, или на что еще, то погибешь. Вот, выхода нет, много взирать на Христа, распространять о нем, думать о нем. Это действительно спасает нас. Призывать свое имя, правослушать свое имя, Иисус, Иисус. Хотя в нашей культуре, как вот, допустим, в русской культуре, это не принято, к сожалению, это даже где-то было принято когда-то, но это уже и забыто, законно, советская власть, особенно, ну, все, как бы, уже вообще забыто фактически. Вот, но, это где-то, может, в Западной Украине такой встречал, в Западной Минонусе, можно встретить все, вот, допустим, там люди даже здороваются, они за место здрасте говорят «Слава Иисусу Христу». В нашем мире, на это представьте себе, вообще. Я помню такой культурный шок, когда, значит, впервые по любому году, в 97-м году, такой культурный шок испытал, значит, люди утром и со мной, и друг с другом, я так спешу, за место здрасте говорят «Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу Христу!». Думаю, ущипите меня, я-то не Месаха, или я еще разберусь. Не может быть, чтобы в городе, за место здрасте утром говорили «Слава Иисусу Христу!» Месаха себе. У нас это давно забытое, то, конечно, может, это там в Сибири, где-то в Пополжье, можно встретить в селах где-то староверных, где-то можно встретить, ну, в Румынии, в Польше, можно встретить тоже в селах таких, в городах уже такого нет, видишь. Вот, когда христиане славят Иисуса Христа, это прекрасно. В американской культуре «Джиизус», когда американцы, обычно, ну, среди, так пугаются, то он, в общем, «Джиизус». У нас обычно, особенно старая фибра, когда еще переводили, и переводчик так, вдруг говорит монотонно, тупо, и, значит, слышно хорошо американский текст, английский текст. Значит, там артист говорит «Джиизус», а переводчик «Отчет». И, притом, это часто такое, в общем-то, а вы, допустим, потому что обычно наша культурная сейчас, обычно, она пугается, ух, ну, черт, ну, вообще, ну, как бы, если библейские части, ну, как бы, ну, как бы, на фигуре библейской культуре больше или меньше, то это не чем-то ханцы, не что-то еще, а призыватель им Иисуса. Вот, и у нас один из наших священников трудится в селе, значит, в Петхатском районе, Гиппопетровской области, отец Борис, очень хороший священник, а тут пожилой уже, вот, и он там в одной семье, соседнего села, куда есть, проводит там служение, с этого села, он, значит, пугался, если мне говорить, муж и жена, только вдвоем они живут, ну, среднего возраста, муж и жена, и он пытался, значит, говорить о Христе, непорядочной семье, то есть, как бы, ну, выделяется в селе семьями, то есть они не пьянствуют, он никогда вообще там, ну, его пьянки не видно было, значит, там, как бы, и так вот ведет себя так, ну, как бы, очень прилично всегда, значит, и он не пытался, ну, такие положительные люди этим словом, положительные люди, значит, и он пытался все время говорить как-то, в прием случае, о Христе, то в магазине где-то встречу, то на улице где-то встречу, ну, как-то, ну, спасибо, спасибо, батюшка, все хорошо, ну, как бы, ну, и ничего, и представьте, ну, он живет в другом селе, потом он приезжает снова в это село и узнает историю, оказывается, ну, как бы, его жена, вот этого мужчины, которому он проповедовал в последний раз, пытался проповедовать, ну, нет, спасибо, спасибо, она вдруг в одночасье слегла и убирала, прям скоропостижно вообще, там даже врачи не могли понять, что случилось вообще, здоровая, сведущая женщина, ну, не с тобой всего раз, и все, и погоните, значит, и, а этот мужчина, муж ее, он вообще за эти дни говорит, он настолько изменился, действует как туча, есть черные, есть, он вообще такой, ну, непонятно на нервах, переживает, тем более, все внезапно так, знаете, вот, когда это так предошло, и он, значит, там у них кладбище не далеко, и он вот каждый день туда ходит и кричит, там люди даже рассказывают, он кричит, прям сумасшедшим, думает, наверное, ну, как бы, с ним что-нибудь случилось вообще, вот, и стал пить, стал пить, он, хотя никогда так, не было, за один заявил, стал пить, он очень сильно, как бы, ну, привязанного уже не любил, уже много, и вот, потеряв его вот так вот вон с себя, и, и знаете, что, потом произошло, да, еще какое-то время прошло, и отец Борис рассказывает, этот мужчина, ему приезжает, как-то, не помню, как там все произошло, они устроены среди ночи, среди ночи у него дома, разбудили, мы уже на его завтра ночи уже, значит, барабанят дверь, и от него вот водкой несет, но он трезвый, как бы, радуйся, как бы, значит, не так, ну, вот с такими глазами перепуганный, что, он рассказывает ко мне, как жена, ну, вот, назвала на жену свою, она пришла ко мне, приходит ко мне, тот, ну, Борис говорит, ну, она же идет, что-то покойная, уже на кладбище, да я это сам знаю, говорит, вот, и, значит, и, значит, давай рассказывать, а как было, что-то, а вот так, и так, говорит, он выходил на кладбище, и все орал, кричал там, плакал, и, значит, и потом, как-то, уже сильно дома, ну, слышал, что жена кричит, ну, или его зовет по имени, не простудился, он так, ну, наверное, что-то с перебоем, что-то показалось, что он, значит, вот, значит, вот, значит, ну, на всякий случай выглянул в друг никого, значит, ну, как бы, ладно, значит, может голос похуже брать, значит, и опять его плечит, жена, значит, там, и потом, значит, вот, 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 уже в дом, уже, явно фигур ее, все, как бы, вот, она сама, вот, зашла прямо вот в дом, и, вот, хотя я дома первый, вот, в мире сразу зашла, и, значит, и к нему, и, вроде, как-то, там, как-то, близости какой-то ищет с ним, плюсарки с ним покойницы, он, значит, вообще-то, уже, ты же покойница, да, ну, это, как бы, это, любви не помеха, как бы, вот, и, короче, сбежал от этой покойницы, как-то, не знаю, значит, короче, вот, с Борисом, ну, и все, и время уже ночное, значит, и, ну, Борис с ним до утра, значит, короче, просидел, значит, и давай потом все, все, рассказывай ему, говори, значит, да, это точно не твоя жена, потому что бесы, значит, там, значит, рассказал ему, чин-почин, все это, тут я так понял, что, вроде, голос ее, фигуру, и все, и все она, но не она, все, вот, да, я понимаю, что не она, точно, да, это дьявол, вот, просто он тебя хотел, так, значит, вот, значит, вот, за грабастность уже, может, тебя, вот, значит, и, значит, и, что произошло, Борис с ним помолился, по мольбии с моим покаянием, все, значит, там, значит, там, ну, стоит пугать, ну, что-то инкитарирование, наверное, ну, наверное, может, таким образом, может, как-то, хорошо, я не знаю, и, вот, значит, и потом Борис, вот, наш, значит, ну, он человеку, если там опять такое произойдет, то, значит, там, значит, надо гнать, что, величество, во имя Иисуса Христа, значит, запомнят, значит, там, они вместе там прожидировались, что-то там записало же образцы, например, молитв, значит, там, мы помолились вместе, и все хорошо, успокоился тот мужик, значит, и, значит, и, значит, у него ушел в собаку. И вот, значит, потом он встречается, через некоторое время, и, значит, как, говорит, по действия, она, говорит, она снова явилась, значит, и я, говорит, прямо с порога уже, прямо, ну, уже, как-то, вооружен, подготовлен, значит, там с текстами, даже и писанием, значит, и, короче, и стал говорить это все, и у него дьявол пошел вон, во имя Иисуса Христа, значит, ну, что-то еще, а она стоит и стоит, и говорит, нет, вы меня сдали, я как матом, матом, и это, короче, это призрак, значит, короче, она остается, значит, и говорит, а христиане так не ругаются, и она распорянулась, и ушла, и говорит, ну, в принципе, дьявол, даже право говорит, ну, христиане, на самом деле, ругаются матом, ну, ты больше так не делал, ну, я понимаю, вот, нервы стали, знаете, значит, на самом деле, не, ну, как все, обычно говоря, значит, эрогическое показалось матом, и, как бы, все, значит, и, значит, отвяжется, но на самом деле, лишь имя Иисуса Христа имеет силу, и лишь имя Иисуса Христа имеет реальную власть, даже если нам кажется, что это не стиль, не делится, что-то не меняется, на самом деле, духовный мир реагирует на имя Иисуса Христа, на имя Господне, и, то есть, мысли за нем, размышлять в нем, им провозглашать свое имя, тебе радостно или тяжело, у тебя искушение, или, типа, ну, мысли отливают какие-то, говори Иисус, говори Иисус, 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 Иисус. И, знаете, кстати, был такой случай, и в жизни тоже случай, потрясающий, у нас как-то в России, мы почти ничего не сказали, в новостях, когда я его посмотрел, только мельком совсем, и притом без вот этой подробности, очень важной подробности, в Америке произошел случай однажды, ну, это как раз была инаугурация Обама была, значит, там, первые 40-е ошибаются, да, значит, и трансляции были, все, и вот в это же самое время нашел случай авиакатастрофы, которая, ну, как бы, благополучно закончилась, все, все спаслись, но, в принципе, самолет, значит, приводнился, значит, и чуть не погибли все, потом, значит, наступали вот эти вот, как это назвать, эксперты, специалисты, там, пилоты, значит, ветераны флота воздушного, и, значит, признавали это чудом, что шансов не было никаких у самолета в этих условиях города, где это все произошло, приводниться, благополучно, тем более, приводниться, значит, и чудо еще в чем, было, что спаслись все, как только последний человек покинул борт, самое интересное, прям, был в прямом эфире, смотрю, там даже камеры наведены, показывают все это, это большой город, такой планхон-нивер, значит, люди смотрят, и там народу собралось немерено, и когда последний человек покинул борт, смотрю, прям, как он стоял, так и ух, и ушел, и прямо народ ахнуло промашку, ах, вот, знаете, пронеслось, только ахнуло, там слышно было, как люди ахнули от ужаса и всего страха, вот, но все приспаслись, никто не погиб, ни из компаний, ни из экипажа, ни из пассажиров, никто не погиб, но самое интересное, знаете, вот, то, о чем в новостях в России сказали, но там это обсуждалось, даже брали крылью людей, правда ли это, то, что значит, не говорили, что, значит, шансов поджимания не было, фактически, и он не стал обманывать пассажиров, он, значит, там, просто вот стоит прокричать, вот, капитан, командир корабля, значит, молитесь, 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 и он прокричал Иисус, 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 кричали, потом брали там, там, в самолете были разные люди, там были и атеисты, там, там, ну, всякие люди, там, верующие, верующие, по-всякому верующим, но самое интересное, когда он, как говорят в Украине, яхт любого, так дубого, вот, и, или, как я говорю, и в Тушетке, и в Тушетке, в одном из стихотворений, который написал, там, в богопах атеистов нет, когда он, еще, там, стрелка, в богопах атеистов нет, вообще, там, там все молятся, вообще, все молятся, кто только может и не может, там, как говорится, значит, знаете ли, жизнь научит молиться сразу тебя, значит, и, так вот, и все орали, там, в самолете кричали, экипажи, пассажиры кричали, Иисус, 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 и вот такое было чудо. И самое интересное, знаете, это как было, а ведь это, что еще интересно, там по разным каналам, ну, как раз в тот день, как раз, и по всем каналам, мы тоже показывали, там даже такие левые каналы и до, в новостях, там, выпускали, и видео вот эти выпускали. И это на всю Америку, это миллионы людей видели, прямо вот, фильм, значит, ту трагедию, которая могла бы разобраться, значит, но люди все спаслись, и чтоб все печально чистились. Вот, и, а потом как раз было уже служение, спасение, значит, я проповедовал одно из церковных, и, как раз, и вот пример, по-свежему, по-горячему, посмотрите, это как, как вот, признавирование, как знак такой для всех людей, что призывайте имя Господь и спасет вас, призовите имя Господа Иисуса Христа, призовите имя Господь Твое имя. Там был случай еще, тоже, ну, много таких случаев, даже в свете сейчас, как бы, сейчас многое, что хочется рассказать, но про свою жизнь тоже скажу, про мою семью, про, значит, там, с нашей Церкви, много тоже примеров таких призываний имя Господнего, призываний имя Иисуса Христа. Тяжело говорить Иисус, 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 повторяй, Иисус, это очень важно, это не просто, там, мантра какая-то там, может, что-то еще там, повторение того, это уже нет, ты действительно провозглашаешь, что это Христа, имя Иисуса, того, в кого ты веруешь, кого ты любишь, кто за тебя вымер, а кто, на самом деле, для себя является твоим Господом, твоим Спасителем, и это обезвреживает какой-то яд. Знаете, я так воздуждаю, что вот как тогда евреи были в пустыне, там много змей было, сейчас духовно тоже очень много змей вокруг, разных змей. И всевозможные информационные змеи, и змеи всякого греха, зависти, много всего. И они кусают вас, мы даже не замечаем, порой это было. Некоторые были настолько уже укушены, уже этим ядом отравлены, что уже духовно даже не мог еще не видеть, уже все, не мог подвериться. Но даже если я уже отравлен так сильно, просто глазами веры, просто, ну, через не хочу, через не могу, просто взирание Христа на Иисуса, и яд как нейтрализуется. Удивительно. Но как только от Иисуса взору будешь, всегда вот эти проблемы на этой земле, и так рассуждают, пока мы живем на этой земле этой пути, никогда не человек не может быть свободным от этой зоны, от такого змеи, какой-то, знаете ли, на этой земле всегда так, к сожалению. На небесах мы уже будем уже вне зоны опасности, пока на земле, но последнего вздоха, до последнего издыхания нашего, должны понимать, что всегда мы уходим к какому-то по минному полю, даже если в каком-то там цветочке цветут, и птички щебетят, все равно всегда рядом с нами постоянно искушение, постоянно змеи змеи, постоянно укусы, даже если ты просто помыслил не так что-то, это уже, значит, где-то Иисус говорит, смотрит на женщину, сможет видеть не может быть бояться с ней в сердце своем. Представляете, тот уже змеиный укус, ты думаешь, что это еще не что, это ерунда, а Бог уже обидит, это змеиный укус уже. Взирая на Христа, да Иисуса, размышляя на нем, думая о нем, где-то позоведу, где-то разудил, и все, и уже пришло. Проводил такую профилактику такую, это очень важен уже, смиренно-мудрие библейское, это думать о других лучше, чем о себе, это очень помогает, защищает определенным образом душу нашу, человеческую душу, потому что по-человечески чисто естественным образом принято обычно говорить о другом, о себе лучше думать, чем о других людях. Да, значит, Божье целомудрие, Божье соберенное мудрие, оно другое совсем, оно в том, чтобы о других думать больше и лучше, чем о себе самому, и это очень важно. И, значит, и много других есть советов библейских, конечно, я хочу еще прочесть, знаете, уже из 11-й главы Иоанна, я сегодня как раз на уроке вспоминал, да? Иоанн, я хочу прочесть и кое-что рассказать, потому что на уроке я не все там сказал, как хотел бы донести до вас сегодня. 25-й и 26-й стихи. 11-й глава Иоанна рассказывает об искресении Лазаря, как Иисус воскресил друга своего, который был на 4-м дне уже смерти, после смерти уже смердела тела, приступы разложения были на лицо, и это одно из самых потрясающих чудес Библии, которая описана в Слове Божьем. И вот в этом слове, в этом разделе, в главе 11-й, 25-й, 26-й стихи сказано следующее. Иисус сказал ей, и я убежден, что вот это говорили сегодня каждый из нас, не только тогда, Марфа, Мадеи, там вот еще, а именно нам сегодня говорили, Господь, я есмь воскресение и жизнь, верующий в меня, если и умрет, а живет. И дальше сказано еще, и всякие живущие и верующие в меня не умрет вовек, веришь ли этому? Вот вопрос такой, да, даже застрелился здесь. Я думаю, что Господь, Он знает все, безусловно, о каждом из нас. И Он знал в той ситуации, конечно, безусловно, знал, что он говорит, смотри, человеческая связь. Но Он как бы спрашивает, он порой спрашивает иногда в Библии, хочешь ли, чтобы я тебя исцелил, да? Хотя там, ну как бы, ну простите, как бы дураку ясно, что он очень больной, какой же больной, как здоровый, конечно. Но, видно, Господу важно, чтобы человек сказал, признал как бы, да, и сказал, что вот так, я хочу исцели меня, да, я верю. Это очень важно, потому что у нас нами, если Господь в Библии, то есть, как бы, здесь все так взаимосказано, что, как бы, активы даешься, через уши, вера входит, а выходит через уста наши радости, представляете? Вот каким-то образом все связано, такое духо-гурмоносное наше, наше, такое, только духовное, это уши и уста наше. И сердце наше на этом действует, как бы, постоянно. Получается, вот уши, сердце и уста. Вот, как бы, небесная такая процедура, интересная. И он говорит, Господь сегодня, я уважен это каждому верующему, каждому христианину, веришь ли этому, веришь ли сему? Я верю. И вот, я себе рассказал этот случай, но расскажу еще кое-что, что, ну, чем не смог поделиться, не успел просто. Дело в том, что предыстория, вот это, этого чуда, она не ныне интересная, предыстория, дело в том, что, и после того, что произошло, дело в том, что это было в третьем году, перед Пасхой, кстати, интересное совпадение, это не просто совпадение, конечно, это, это, вообще, слишком долго для совпадения. Вот то, что я рассказывал, смачно, когда что, как он изместил его и голову, истерил его, это было, знаете, когда, это было в третьем году, перед Пасхой, когда по календарю, в пятницу, когда по календарю церкви православной, значит, вспоминается воскрешение праведного Лазаря, Лазареву суббота. То есть, в пятницу, накануне вот этой субботы, Лазарев, так называемая, суббота, то есть, в пятницу вечером уже читается этот текст из Писания по всем храмам, по всей Руси, представляете, это слишком долго для совпадения вообще. Вот, а еще, такой момент интересный, накануне вот этого всего пришествия, у меня было очень сильное искушение, очень сильно, я решился даже оставить свое служение, значит, я поговорил с моими помощниками, перед тем, даже температуру, пару недель от нервов просто, именно просто переживая, я себя вдруг ощутил, как будто это не мое служение, ни своим делом занимаюсь, ни соответствия занимает мне должность, не буду, так говорить, как мне это привало. Мой ближайший помощник предал меня, не только меня, вообще служение, оказывается, в его двойную, даже в раннюю жизнь, и, в общем-то, как я мог проводить подобное на церковь, одно такое любое общение. Я, почему-то у меня мысли такие были, что, ну, понимая, это не мое служение, может, кто-то начнет это служение нести дальше, реформаторского православного, но это не мое. И у меня опускаются руки. И вот, и вот накануне, как раз, я поговорил с моими, там, людьми в церкви, они меня поняли, вот, как бы, и, значит, ну, опустились миром, там, вот, и. И вот в пятницу утром, ну, заранее уже с тобой поговорили, у меня женой там, то есть детей подготовили, значит, по-моему, поедем из Кима, поедем в Россию, в Валюту. Вот, и, ну, поехали, рано утром поехали. И вот, значит, как-то в пятницу утром просыпаюсь, накануне я уже поговорил с людьми, что оставляю служение, что передаю служение, что вы, пожалуйста, носите, как можете, но я буду помогать как-то, но я не смогу, я больше не лидер, ваше ощущение. Что интересно, опять не снова просыпаюсь, так хорошо, так хорошо, я не пастор, здорово, я не лидер, вообще-то. Вообще, так легко, надо же, как будто без меня вкус у меня не какой-то, вообще. Думаю, так классно, но не пастор, не быть лидером, вообще, как бы, очень все хорошо. Жена, дети, все довольные, все так прекрасно, погода прекрасна вообще. Я за рулем, значит, мы едем, все прекрасно. И вот, проезжая Сумскую область, там, не движая прорывца со стороны Киева, вот, это все произошло. Этот мальчик, как будто, знаете, как будто кино, как будто это не со мной происходит. Удар сильный, я пытался отбежать в последовремя, вырулил с Сехами вниз, но удар был самый сильный, все-таки на скорости, там, не дороже, и у этого пацана не было шансов. Значит, и, в общем-то, сидит внизу уже, съехал, смотрю, жена целая, дети целые, выбежал эту дорогу, вот, мальчик лежит из-за жизни, знаете, вот, похож на моего ребенка, и вот, это ужасно, конечно, понимать, что это такое у человека, я мог бы, просто, знаете, просто лобить Бога, я бы не просто молился, просто лобить Бога. Если бы это было, ну, раньше в моей жизни, до 96-го года, конечно, я бы там молился, был за упокой души, и вот там, когда-то подложили, получается, а потом, ну, это все. Вы знаете, ну, как бы, соответствующие есть такие моменты, я молился в своем рефоримое, но не знаю сразу, но избавился крутой крест, и вы знаетеude, ну, это дек Bevölkeresteem, 给我治руем знаешь к этому не которое, но нап monasterем München, которые достигают от этого, поэтому не Danielle결ения не ведет себя, поэтому за що жиров Vai bracesún человечество в том, наER Сolation у них была помощь вот possibile, то всё мистическое такое неправильное, не христианское происходит. И вот, здесь я как бы стал протестантом, как будто бы я протестовал против его смерти. Мне казалось, что-то не его день, в общем, не его ситуация, но он не должен был здесь вообще сейчас находиться. И, знаете, просто вообще Что мне запомнило, знаете, что запомнило, что как будто бы вот его тело, странно, никогда такой в жизни не было у меня, никогда. Сокомольнулся за людей, за кого угодно, такого никогда не переживал. Как будто бы его тело, это часть моего тела, как будто еще одна за закатом, или там рука, или что еще, то есть я что-то ощущаю, его тело, как будто это часть моего тела очень-то, представляете? А потом в один момент, какой-то, ну, раз, опа, и я его не чувствую. Вот он это он, это его тело, а я это я. И самое интересное, внутри меня как будто что-то его было. Он вернулся, знаете, он сказал, что он сейчас здесь. И на самом деле, признаки жизни появились, глаза стали подрывать, в общем, стал довольно резко так садиться, значит, стал начать шевелиться. Вот, я как-то так, у меня сразу мысли, как может быть, это не смертно, потому что такой оборот в нем был глубокий, когда-то, значит, ну, как бы, я фирюю, я этим такой, я никогда до того не манился за воскрешение орка, значит, это был мой первый опыт вообще. И хотя, я слышал рассказы такие, значит, где-то там бафники, там еще, там воскрешение, там, значит, но когда это все всегда у тебя на глазах, то, конечно, вообще совсем другой эффект. Вот, у нас в церкви, там, да, сестричка, Света, она, значит, тоже рассказала о случае, когда, вот, помню, что это в Москве, значит, она молилась за него, значит, прямо в метро он умер, там, значит, в милиционер стоял, просто они его накрыли уже в метре, чтобы на нем было материи, там, люди смотрились, значит, и вот у него было пожелание молиться за него, побуждение было, вот, и она пошла к милиционеру, попросила молиться, значит, он, он подумал, наверное, что там, он, ну, как, может, как-то салфетку вынимать, вы читаете, вот, ну, помолитесь, вы читаете. Вот, она стала молиться, значит, значит, за его воскрешение, там, вот, и я молюсь, и слышу, там люди кричат некогда, что уберите, она сумасшедшая, там еще, уберите, я сказал, вот, вот, ну, она снова, что мы тебе спросили прощения, ну, как, разрешение, значит, да, значит, и поэтому ее не пробовали. Вот, значит, и молился, и он вздохнул вместо, и ее замок спортили, и только одно она запомнила, спасибо, и пришли, как раз, вот, эти люди, с населками, за другую, вот, а Бог живущий. Хочу, вот, в вам каждое положение, значит, и вынесли из этого, значит, больше она не видела, вот такой, вот, интересный случай такой, но, и он все время, пока она видела его, он все говорит, спасибо, 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 что-то. Я думаю, что это, потому что Бог сделал шанс, дал еще шанс спастись, ну, представляете, может быть, он ушел, и, как бы, вот, знаете, как песня не напета, вот, ушел, и вот, важное самое и сделал, да, значит, а здесь Бог дал ему шанс, по нему. А где Бог теперь знает, где, что это душа, значит, ну, для него великое чудо, конечно. Вот, вот, а с тем мальчиком было вот так, что он ожил, ожил, и потом садился, и я придерживаю ему эти сзади косточки, у него сзади череп был раскован, знаете, как будто перескил на гусу раскололся, вот, значит, кости, потому что из-за конгарки попадало мозги эти вот за костями, вот, значит, вот такой, как бы, ну, как, еще мне напомнило, знаете, что, как будто вот консервную матку правильно открываешь, как, примерно, вот, нечто подобное было. А вот, что я за руками лезю туда, то у него очень мозги почешу, ну, кашпану, я бы, ну, держал еще специально, чтобы он, ну, не завес, как будто бы, руками, значит. И, значит, он сам в шоке, я сам в шоке, и вот приехал в скорую помощь, забрал этого мальчика, ну, скорую помощь там, врач сказал скорую помощь, ну, голгот, ну, я вот одно только запомнил, когда мальчик в Грузии уже туда, что он, мы, ну, даже не навезем его, то есть у него шансов никаких, это летальность, то есть он сказал, что рада несовместима жизнь, вот что-то такое, несовместима жизнь, и все. Вот, и я видел только голову эту вскрытую, но и по одежде было видно, что и там, что проблемы есть, значит. И вот мальчик увезли, я остался на месте, ждал, вообще, там, долгую черепицу, ждал, и сам ушел в посадку, значит, жена осталась с детьми, значит, там, на машине ярко, ушел в посадку, там, помолиться. И, вы знаете, мальчик, и такой шалом внутри, такой мир, знаете, вот самое интересное, думаю, может, это, значит, последствия шока какого-то, нет, но это было именно шаломом, не просто, как бы, знаете, шоком, именно шаломом. И, значит, миром, вот таким, и мальчик, и мир в сердце. И вот, когда приехала в милицию уже, познакомился с этими милиционерами, с одним из них особенно, вот, капитаном, когда он был капитаном, Сергей Шкура, вот, с ним познакомился, интересный вообще такой человек, вот, ну, такой, знаете, вот, душевный бывает, вот, такой, он и поговорить, и вообще, как-то меня, как-то успокаивал, да, я вижу ничего. Вот, значит, и, и вот, вот, значит, говорю, ну, папчик, ну, не вы первый, не вы последний, как-то, значит, ну, всякого в жизни бывает. Мне еще раз стало пару таких машинок, и какие мне там на дорогах происходят, значит, как пацаны, значит, летают, там, ну, дальнобойщики, значит, там, на мотоциклах, вот так, ночью, значит, рассекают через трассу, вот, значит, и такие вот аварии происходят у них. Ну, как бы, мне это не мешало, конечно, что, бывает, может. Значит, и, ну, эти паечники, они, да, посмотрели на место происшествия, и эта цепь и шкура, однозначно говорили, что это, ну, батюшка, это летальная сила. Я говорю, ну, вы, если не в морг, вообще, при анимацию, ну, вот, ненадолго, вот, не первый год на дороге, что-то, как-то, точно, как бы, не волнув, что понятное, что-то летальная сила, точно. И вот, и когда уже приехали, уже в Кролевец, в больницу, потом, значит, в милицию, и, уже в милицию следователя, значит, с моих слов было написано все, как, значит, я описал, значит, происшествия, вот, и я подписался, и самое чистое, в таком шоке было еще, значит, что делать дальше, не знал. В прямом шоке было написано, вот, сидел там, победителем. И вот в этот момент, когда зашел следователь, не следователь, то зашел врач, кстати, тот самый врач, который заберется в местное происшествие, врач скорой помощи. И он, вот, стал рассказывать такие вещи интересные, я все это слушаю, и, как бы, не слушаю, и удивляюсь. Вот, смотрю на их разговоры. Значит, и этот врач начал с того, что он стал признаваться не мне, а вот этому следователю, что он неверующий, Ну, вроде не заинтересованный человек как-то, значит, вот, значит, и стал говорить, что это чёрт вообще никакая-то, вот его слова были, значит, и что, значит, это не была какая-лицинация, он признался следователю, значит, как на иске выглядели. Я сказал, что это не могло объясниться всем сразу, все видели, и он сам видел, что мальчик, ну, рано имел такие, что, значит, там, голова была вскрыта, но, знаете ли, пока принесли его в Кролевец, минут 15 прошло всего, время-то, это прямо возле городка этого, за это время, за эти минуты какие-то мальчик полностью, то есть его загружали в машину, в скорой помощи, как бы, с раной и несовместимой жизнью, выгружали уже совершенно целого, здорового человека. Кровь оставалась на нём, кровь проверяли, его кровь, нищая кровь, его мальчик кровь, но, значит, как могла кровь вылиться, голова закрыться, снова не срастись, когда ему сынули кровь здесь, не нашли ни сетечка, ни саратов, ни ничему шутки, то есть, как бы, голова срослась без шовно, значит, не видел, как бы, никакого внешнего, где он его повреждит. Хирург осматривал мальчика, но хирург не видел, на дороге мальчика он не видел, голос в Кролеве, но он, как бы, почему он тоже был, как бы, удивлён, потому что одежда, его договора сделали мальчика доматого, школьника доматого, значит, одежда показывала, что он был, ну, на самом деле, с ДТП привезён, но под одеждой всё было целое. То есть, не могло же быть такого, чтобы, значит, он же не чужую одежду не видел себя, это была его одежда, и под одеждой должны быть повреждения, но над темой ни снятов, ни чего там, то есть, внешний осмотр тела был, как бы, такой, ну, для врача, этого, для хирурга, это было, как бы, ну, извините. А потом, дальше, больше, как бы, сказалось, что, оказывается, даже не только новые раны исцелились, не только свежие переломы исчезли, да, но, оказывается, даже эти свет от старого переломы исчезли. То есть, это было вообще, боже, невероятно. Так, что ещё расскажу. Ну, этот случай бы рассказал, как с мальчиком произошло всё. Но, что ещё? Да, мальчика оставили на ночь, там, в больнице, как мне сказали, исследователь, он сказал врач, значит, что можно что-то проявиться, ещё что-то проверять. Ну, и документов не вернул, следователь, значит, сказал, что это феноменально, когда он что-то такое сказал мне, и говорит, если что, мы сами свяжемся, значит, то это необъяснимо вообще, ну, нормально, необъяснимо, да. А, кстати, это у Сергея Шкуру, я увидел, словно, значит, в коридоре, когда он в последний раз, я вообще был, ну, сам, удивлён. Знаете, я, наверное, не менее, не пугу выглядел, наверное, просто сходить его со стороны. Ну, это взрослый человек, офицер, знаете, как будто бы потерявшийся мальчик в супермаркете. В такой раз стильный состоял он вообще-то, надо было видеть просто. Вот. И, значит, на него это так подействовало, хотя он не видел, ну, как бы, в каком был состоянии мальчик, но он видел место происшествия, мотоцикл, который не подлежал восстановлению уже, значит, нос его слов, значит, там, сосуды этих милиционеров, значит, там, другие поехали, пацаны постарше уже, ребят, подняли мотоцикл, они и рассказали, что мы знаем, они по мотоциклу сразу, мы знаем, пацана, значит, и что они за школу сбегают в село, на мобедах, на мотоциклах едут в какое-то село, значит, ну, и, как бы, оттащили с дороги этот мотоцикл, ну, и эти пацаны тоже говорили, как раз, я там, Дубинестию еще тогда, они говорили, что, ну, здесь будет, здесь полезно, стилан тоже, то есть удар был сильный, чтобы у нас, ну, но самое интересное, кровь нацветал все, а мальчик, кроме что, как скульстая вода, то есть он чистый, церквей, значит, а не глядимый, как будто бы не чистый, не глядимый, слава богу, и даже у жены были в кровле колено повреждено, значит, там, как бы, ну, слава богу, лепитик поломал, ну, у детей были, у всех, фактически, были ушибы, значит, сагины, значит, у жены, ну, колено было, ну, как бы, как она ушибла сильно, полгода болела, там, терапия, там, дорогого лечения было, значит, ну, как бы, ну, сложно очень, как бы, исцелялось, почему-то, вот, не исцелил, так, сразу, по моим всеми, допустим, а мальчику, по-любому, чтобы моментально исцелил, интересно очень. И вот, почему я это весь написание и прочитал сейчас? Знаете, это, когда ехал обратно, я пережил стресс, еще один стресс, вот я, судя, об этом и говорим, абсолютно, тоже, что я слышал голос, я понимал, что он Бог говорит, впервые в моей жизни я слышал голос, вот так, четко, громко, так вот, как вы в машине резко включили громкую музыку, ни до такого, ни после того, в жизни моей ничего такого я не испытывал, абсолютно. Хотя было бы лишь любовное, помимо, как-то в моей жизни было несколько раз, там, эпизоды такие, но это было, как моя мысль больше, как тихий голос, который, ну, мы наши, как бы, так, распознательные, но, а здесь очень громко, шапился, я слышал громкий голос, сильный, хотя, с другой стороны, еще нормально было рядом со мной, она не спала, на чем-то, и она ничего не слышала, оказалось, вообще. Хотя я был убежден, что она все слышала. Три раза я слышал одно и то же вопрос, прозвучал, ты это видел, я не мог ничего говорить, я только мог так вот говорить, да, да, Господи. Потом этот же голос так же громко сказал следующее, вот так будет историю. И все. И вот, когда этот голос прозвучал, знаете, вот такое мне было, такое чувство вообще потрясающее, вот все, что в этом мне произошло, я бы понял, к чему это, что я видел, я только тогда понял, что это я видел. То есть я подробовал руками на свою реформацию. Я своими глазами увидел реформацию, руками подробовал реформацию. Поэтому, когда меня сейчас спрашивают, некоторые люди, допустим, спрашивают, у меня даже и служители многие, наши города такие большие служители, бастеры большие, сколько тысячных. И, значит, так бывает, где-то пересекаемся, но верить, на самом деле, верить, ну, в реформацию. Потому что одно где-то говорить, об этом там с трибуны где-то, но как бы верить это очень сложно вообще. Да и, честно говоря, я сам, бывало, что до того третьего года иногда был тот самый еврей, который говорил Иисус однажды, веря Господь, помоги, но мы не верим. Вот на самом деле трудно порой вот собладать с собой, с своими мозгами, с своими чувствами, с тем, что ты видишь, и видишь совсем другую картину абсолютно. Поэтому мы говорим, Господи, помоги мне мне не верить, помоги мне, но поверить, помоги мне, мне очень сложно. И вот сил моих не было поверить. И вот после того происшествия с мальчиком, вы знаете, я скажу, что я верю, я теперь знаю точно, это будет. Я не знаю, как, я не знаю, где-то, люди меня спрашивают, некоторые с тех пор, я об этом часто рассказывал в то время, и у себя в церквях, и в гостях. Спрашивали, а что было сказано, в какой церквях это относится, в какой конфессии, я не знаю, за что купил, за лук ругал, что слышал, кто и сказал. Вот, хотя, ну, у меня было такое понимание в то время, что говорится о православности. Хотя, возможно, это и не только о православности, это можно вообще глобально, как бы, так вообще о христианстве, кто его знает. Вот, почему бы и нет. И еще кое-что. Когда этот голос звучал, и он прекратился, я ехал дальше, уже в таком переживании, волнении такому. Голос не слышал уже я, но мысли одолевали меня. Вот, эти мысли, это были из писания. 25 стих. Очень хорошо, когда у нас мысли из Гиблии, вообще. Это самое, ну, мне очень нравится, вообще, очень нравится. Когда такое происходит, не часто такое бывает, но когда ты из Гиблии, это потрясающе, очень хорошо. И вот этот 25 стих. Знаете, я еду, и вот так, опять еще, как бы, ну, по-приятному, хорошему, одно и то же, как бы, в главе вертится, я есмь воскресенье. Вот, десятки раз, одно, может, я еду, смотрю перед собой на дорогу, значит, все, значит, не спеша, и у меня еще более, и моборо стекло было выбито, значит, на дороге, по ходовой переживу, потому что я когда съезжал, и на пенек, в общем, и, кстати, на рулю пал, и побежь не убил, у меня ни снега, ничего, тоже было чудо, Вот. И, значит, я думаю, и что интересно, вот эта мысль, она вертится, я есмь воскресенье, я есмь воскресенье, это все, ну, повторяется, ну, десятки раз, одно и то же. Потом, вот я думаю дальше, и мысль продолжается, я есмь воскресенье и жизнь, я есмь воскресенье и жизнь, и то же, десятки раз, одно и то же, одна и та же мысль крутится в голове. И там есть такой поворот, кипец называется, населенный пункт, выезд на чернигескую трассу. Прямую трассу, на Киеве прямая трасса, на черниг. И эта трасса, она все время, она как бы, полна движения. И ночью, и днем, и удивительно, конечно, я выезжаю на трассу, она свободна, чиста, но не в этом дело. Удивительно, когда поворачиваю на свежую трассу, мысли тут продолжились. И верующий в меня, даже если не умрет, оживет. Вот не совсем, даже по сенитарному переходу, вот с этим, даже если. И верующий в меня, даже если умрет, оживет. И вот дальше, вот прямо ехал я уже до Киева, и вот до самого Киева эта мысль продолжалась. Что я есть в воскресенье жизни, и верующий в меня даже если умрет, оживет. И вот когда уже проекты бои, уже проект, уже въехал в Киев, эта мысль прекратилась. Вот такая история. И, знаете, вот я уже в субботу был уже на служении, у себя в церкви, рассказал этот случай, свидетельствовал. Проповедовал, я проповедовал на новую тему, я есть в воскресенье жизни. Потом, несколько месяцев, я не помню точно, сколько времени это было, я не мог на чем-то проповедовать. То есть, то есть, я даже пытался там о чем-то другом проповедовать, но я не мог, как только выходил из заказ, вперед, вперед, я опять начинал, как же есть написание, опять начинал об этом говорить, что вот я есть в воскресенье жизни, и верующий мне это расскажет, оживет. Вот именно об этом проповедовал. Потом уже, через некоторое время, уже начинал уже другие проповедовать, но часто к этому возвращался. И вот за эти годы, знаете, я вот до сих пор благодарю Бога за то происшествие, за вот это чудо, что с тем, по словам, подошло, все, и за то, что Он есть в воскресенье жизни. И, знаете, Он на самом деле хочет, чтобы все люди спаслись, это в воскресенье, и достигли познания истины, это в жизни. И вот есть много имен нашего Господа, в Библии много имен нашего Спасителя, нашего Господа, но вот, начиная с 2003 года, вот по сей день, для меня вот, ну, особенно ценными, особенно драгоценными, что ли, такими близкими, вот являются эти имена Его. Одно из его имен – воскресенье, другое его имен – жизнь. И, знаете, вот, когда мы говорим воскресенье, когда мы говорим жизнь, мы говорим Иисус, мы говорим Господь наш, потому что он действительно воскресенье – жизнь. И пусть сила воскресшего Христа, она прибудет в нас, в верующих. Если Дух того, кто воскресил Христа, в нас, то и Он нас воскресил, и оживит, и наполнит, и пусть через нас Господь совершает чудо. Когда мы говорим слово «божье», пусть в уши даже самые закрытые открываются, пусть даже самая закрытая, стухая земля, она принимает слово и прорастает. Даже в пустыне Бог может кипарис вырастить, может вырастить. В самых невероятных условиях Он может сделать оазис. Знаете, у Бога есть сила, знаете, как вот в сказках показывают, про мультики, какие-то, допустим, добрые волшебники, которые касаются, и все расцветают, допустим. Но наш Бог, Он гораздо больше, чем любой из этих волшебников. Он гораздо больше, Он кого касается, это оживает. И при том, у Него есть сила воскресенье невероятная. Знаете, вот, когда говорится о том, что однажды Израиль носет кримином, знаете, вот, это сравнится не без воскресенья. Это как воскресенье из мертвых. Если принятие, будет как воскресенье из мертвых. Знаете, вот, в Израиле там такой порассказывали случай на экскурсии, что это, наверное, всем рассказывают, или будем рассказывать. Но я их очень не раснулась. Там он на дно коряга показывает, такую, значит, мастейшую. Интересно, значит, вот эти вот маслины эти, деления эти, очень интересно. Значит, некоторые из них, они как будто бы умирают. Ну, вообще, по всему видно, что они уже мертвы, деления. И они бывают мертвыми, даже это не одно, там, не два, не три столетия даже. Их не уничтожают. Там случай рассказывал, просто невероятно такой, в Израиле был. Что одна вот коряга, короче, там, большое дерево такое, засохшее все, только вот, значит, одна коряга буквально. И ее, эту корягу, описывали путешественники, которые путешествовали в Иерусалим еще в средние века. Предполагали, когда ученые возраст этого дерева стали продвигать, это очень толстый для маслины, а проделили более двух тысяч лет этой коряги, этому дереву. И из них, большую часть времени, она была коряга мертвым деревом. Но самое интересное, это вот красивые совпадения. Когда в 1908 году, когда независимость Израиля была провозглашена, после того дня эта коряга восстыла. Она просто стала постепенной, это люди даже сразу не заметили, не обратили внимание. Но стали замечать, что на ней появляются близкие жизни. И вот через некоторые годы она стала даже приносить плоды даже. И она частично мертвая, частично живая еще. Уже живая. Что интересно, рассказывали другие случаи, но они менее впечатляющие, но тоже, знаете так, есть и чем подумать. Бывало, что одно, два, три столетия, и много поколений описывало это дерево, это уже мертвое. И вдруг оно уже мало. Представляете? У Бога есть сила воскресения. И вот атмосферим, возьмем мы подобие сегодня от этой. Бог действительно воскрешает. И я на этих лекциях, в семинаре, в истории христианства рассказывал многие страшные вещи. И по-человечески я вам только лишь часть рассказал, но очень малую часть. Не то, как бы заставляет вы все задумываться серьезно. А если все расскажем, то нам больше будет поводом для, даже, как бы, для нашего опустики, выключить, значит, поднять. Но, знаете, а Бог издает гораздо больше нашего, вообще у нас все в общем. И однако же, зная все, и вся, однако же он не теряет оптимизма. Однако же он не теряет веры в нас. Знаете ли, и Иван Степанович Проханов, сто лет назад, лидер нематерства христианства в России, в Царской еще, он еще сказал такую фразу, она же очень интересная, в Петербурге, на конюшу, она выступает в этой ситуации. Он сказал так, что христианин, это неисправимый оптимист. Знаете, вот тогда, это очень сильно, правда, потом Максим Максим перефразировал, но продолжил фразу, он сказал так, что оптимист это информируемый оптимист. Но на самом деле, да, мы с ним информируем. Если мы теряем к вашему начальнику веры, совершителю веры Иисуса Христа, мы остаемся оптимистами. Потому что он оптимистом оставался даже как внести. Аминь. Аминь. fieldwork. Ты однажды повелел Моисею вознести змею из меди там, в пустыне, чтобы всякий, кто укушен или испуган, что посмотрел на то, что Мембедово змеи, был исцелен, был здрав. И Господь отдал Сына Своего однажды, и мы взирая на тот, кто был пройден, и охраны сви, и Господь, Боже, беззаконие и ворезни, Господь проклятие им Своим. Божество, окущий, мы вераем Господь, Божий начальник веры и совершитель веры Иисуса Христа, и исцеляемся, освобождаемся, Божество, окущий, благослови нас Господь, и пусть сила воскресшего Христа, сила воскресения пребудет в нас приучить. Во имя Иисуса пусть воскресение и жизнь будет в нас и через нас благослови нас. Благодаря Господу нашего и Иисуса Христа, и любовь Бога и Отца, и общение Святого Духа, да пребудет со всеми нами. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу.